доброе утро дорогие друзья всем доброе добрейшее веселейшее утро из святого города иерусалима и мы продолжаем вот на типа чтобы видно было должно быть покрыто хорошо друзья все и мы продолжаем изучать изучать тору продолжаем изучать тору сегодня 22 хешвана 20 число месяца хешван и мы продолжаем изучать тору учение которое всевышний дал еврейскому народу миру до чтобы маша рабейна когда записал тору она записал в конце на 70 языках на всех языках таких про как бы на всех корневых языках значит имелось ввиду что мир должен знать о всевышнем через сторону хорошо и сегодня значит начинается сегодня хитас это недельный отрывок до того что мы изучаем хумаш хумаш пятикнижие псалмы и тания книга тания вместе это хитас называется очень удобно разделено на каждый день чтобы изучать и и если вы подпишитесь на наш канал телеграм-канал ваикра то вы тоже можете получать каждый день книжечку очень удобно на русском языке где можно изучать эти три главных таких вещи и есть еще мишна устная тора есть книга рамбам которая перечисляет рамбам все заповеди да то есть он взял выточил из всей торы все что касается заповеди их выполнения так что подпишитесь на телеграм-канал наш хорошо сегодня начинается с отрывочков из книги последнего любовческого рыбы обретение неба на земле называется книга 365 размышлений рыбы и сегодня очень такое размышление которое прямо в я хочу с него именно начать потому что она может очень сильно увеличить эффективность эффективность наших уроков торы а потому что говорит именно о том как надо учить тору значит написано так постигая концепцию из торы поразмышляйте над ней вот мы значит 20 минут изучаем что-то и вы я вам советую очень записывать разные идеи которого ручечка листик и вам какая-то идея допустим она вас зацепила да вот она у вас как-то именно для вас она inside такой inside это свет внутри дала такой свой да бах вас какая-то концепция зацепила потом рыбы советуют любая части поразмышляйте над ней после урока нужно не сразу переключать на другие там каналы видео а поразмышлять над этой концепции да над этой идеи и вот вы размышляете перенесите услышанное из области понимания в область перспективы реализации здесь рыба как раз идет о по системе что тот кто учит для того чтобы обучать кому с неба помогают учить и обучать тот учит для того чтобы делать там у с неба помогают учить обучать запомнить и делать и вот рыба говорит он просто объясняет простым понятным языком вы взяли что-то какую-то идею она у вас вас зацепила поразмышляйте на ней и перенесите эту идею из области понимания когда вы поняли ее в область реализации перспективы в будущее как я теперь буду жить исходя из этого что я смогу с этим сделать как я смогу это применить своей жизни и вы как бы эту идею ее свет вы распространяете на аспекты жизни которым эта идея может быть применима дальше это должно повлиять на вас так что вы изменитесь и когда вы свет от этой идеи то есть вы взяли новую идею истории эта идея вас зажглась как лампочка вы этой лампочкой осветили в перспективу свое будущее как вы будете ее применять эту идею и в этот момент пишет рыбы об это должно повлиять на вас так что вы изменитесь и ваш обычный день станет уже другим тогда концепция окажется вашей то есть тогда вот эта концепция истории она войдет в ваше мышление и она станет вами то есть она вас изменит и таким образом человек меняет свой внутренний мир и меняет свою жизнь вот эти вот идеи концепции истории они делают меняют вот реально меняют внутренний мир так как они соединены с божественным светом представляете очень важная такая вещь хорошо теперь значит здесь здесь сегодня в хумаше идет продолжение значит раб авраама или эзер приехал по заданию рама и взял из семьи авраама нашел невесту для исхака рифка он по значит подарил всей семье вытащил всякие серебряные золотые вещи дал брату дал матери до этого он ожидал рифки и говорит ну все они получили взяли от него подарки и начали праздновать ели пили значит и переночевали они там встали утром и говорит этот элизер им говорит ему элизер все говорит хватит уже попраздновали отпускайте посылайте меня к моему господину вместе с невестой все мы уезжаем значит и тут и сказал ее брат и мама пусть она с нами остается пусть она с нами посидит значит год или 10 месяцев а после пойдет начали они тянуть резину хотели ее оставить почему они хотели ее оставить непонятно и тут интересная вещь сказано что и сказал брат и мама а папа где до этого же был папа еще в картине птуэль папа умер папа интересная вещь он хотел отравить элизера он думал ну слушай у него столько подарков верблюдов все равно он как бы это же он приехал жениться значит единственный сын искак все имущество принадлежит ему значит отлично пока мы заберем часть этого имущества подумал птуэль и хотел его отравить элизера но ангел написано ангел но по факту какая-то заминка шумиха и птуэль сам выпил то что подготовил для элизера и умер представляете отец умер уже вот я же отвечаю на этот вопрос вот юрий тоже спрашивает а почему отцу не дал потому что папа в этот момент уже умер он хотел отравить элизера и сам отравился как в мишле в мишле в притче царя самона написано что тот кто копает яму другому сам же в нее упадет вот он упал в ту яму которую копал для элизера хорошо и сказал он им нет говорит элизер и сказал им не задерживайте меня потому что бог ицлех дарти бог мне дал эту этот успех на пути да то есть вы может вы волнуетесь понятное дело но вы же видите это вся божественная история она разворачивается чудом поэтому говорит не надо тут тянуть значит положитесь на всевышнего бог ицлех дарти бог дал мне успех на этом пути поэтому говорит паса отпускайте меня я пойду к моему господину ковраму и сказали они позовем девицу девушку позовем и спросим ее как она значит раньше здесь комментарий говорит что отсюда следует что женщину женят только по ее согласию то есть нельзя женщину нельзя женщину женить без ее согласия хорошо приходит позвали рифку и сказали ей пойдешь ты с этим человеком и что она сказала она сказала ватомар элех она говорит пойду пойду значит раз здесь объясняет устная тора говорит что я пойду она говорит в любом случае даже если вы не отпустите она говорит я все равно пойду то есть рифка она тоже была видна девушка мы видим по ее поведению что она была девушка активная и знаете есть это называется инициатива она такая креативная инициативная потом мы видим это из когда родились у нее два сына и ицхак хотел благословить сава старшим арифка все организовала чтобы он благословил якова младшего вместо старшего и сава и тут мы видим как раз за задатки этого ее поведения эти качества характера она ее позвали пойдешь она говорит пойду все пойду в любом случае значит послали они свою сестру дали с ей кормилицу с собой и раба авраама и люди его то есть вся весь этот караван отправился в путь и тут интересно есть благословение 60 отрывок благословение которое с тех пор благословляют девушек которые выходят замуж ну слушайте вот это вот говорят как насчет того что было три года здесь надо понимать что что это код есть которые это же не написано что было три года это высчитывают какими-то сложными вычислениями есть вычисления что и было три года если вычисления что и было 13 лет но по судя по тексту торы больше похоже на 13 потому что когда она вышла к колодцу для того чтобы напоить верблюдов сложно представить себе трехлетнюю девушку девочку которая поет верблюдов которая бежит на корме напоила там верблюда в авраам а потом она говорит я пойду то есть папу по ее поведению и по ее по всем остальным открытым текстом больше похоже что было 13 но есть два очень авторитетных мнения одно говорит что 3 2 13 те которые говорят что 3 они хотят значит наметнуть что что это не были люди в том понимании в котором мы сейчас понимаем то есть они были ближе к ангелам да то есть они были особенные и ну очевидно вот это это хотели подчеркнуть этим почетом что и было три потому что в три года человек так себя не ведет значит благословение которое ее семья благословила ривку когда она шла замуж это благословение его его произносят с тех пор когда девушка выходит замуж сказали и так воеварху и тревка благословили ее и сказали сказали ей ахутэйну адхаи леалфей ривава сказали они так сестра наша сестра наша не сказали от ае ты будешь леалфей риваво ты будешь тысячами и десятками тысяч вайраж зарах зарех и унаследует вайраж это унаследует твое потомство семя твое да потомство то что выйдет из тебя эдшар сонав ворота твоих ненавистников то есть что это значит благословение что у тебя будет многочисленное потомство которое будет всегда побеждать если на них будут нападать ненавистники то есть это очень сильное благословение что они не будут ни на кого нападать но если на них будут нападать тогда они будут всегда побеждать и мы видим мы видим например последняя вот была война 67 года когда египтяне хотели напасть египтяне и сирийцы хотели напасть на израиль они все подготовили армии там вообще такие но просто шансов не было и Египетский тогда президент, он просто говорил, вот на весь мир, все, сейчас мы Израиль сотрем с лица земли вообще. И тут, значит, взлетают израильские самолеты, и за два часа разбомбили 12 аэропортов, на которых стояла вся военная авиация, и победили войне, это была шестидневная война, за шесть дней полностью они захватили вообще, ну вот Египет почти полностью, дошли уже до столицы, и только Советский Союз тогда остановил вот эту вот войну, потому что захватили бы полностью Египет, хотя было, где Израиль, где Египет, Египет 80-90 миллионов населения, Израиль там в то время была 4 миллиона населения вообще, ну то есть, чудеса, это как раз вот это благословение, что твое потомство захватит ворота ненавистников твоих, которые будут на тебя нападать. Теперь дальше, и поднялась Ривка, в Атакам Ривка, и поднялась она, да, и с ней девушки ее, то есть, они были из очень знатной семьи, у нее были девушки, которые были ее как бы группа поддержки, да, группа поддержки на свадьбе, и пошли они вместе, значит, поехали они в место, где жил Авраам, и где жил Ицхак. Ицхак, а, и тут написано, вот тут меня это удивило, я столько лет изучаю эту недельную главу, но никогда не обращал внимания на вот этот отрывок. Дальше написано, и он обитал на земле южной, то есть, отрывок очень странный, да, то есть, Ицхак в это время тоже куда-то уходил, и он вернулся. Куда он выходил? К колодцу Лаха-Руи, есть такой колодец, и объясняют Раши нам из устной Торы. Что он пошел привезти Агарь, Аврааму, своему отцу, чтобы он на ней женился. Оказывается, Авраам, он очень беспокоился, и он хотел, чтобы женился Ицхак, и он послал своего раба Элеезера, он написал ему полностью дарственную, что он все свои имущества передает Ицхаку. То есть, Авраам приложил все усилия для того, чтобы женился его сын. Чем занимался в это время его сын? В это время его сын пошел и вернул бывшую жену отца Агарь, это была египтянка, которую по просьбе Сары Авраам вместе с Ишмаэлем выслал из дома. И когда умерла Сара, Ицхак подумал, что я пойду верну Агарь, верну Агарь с сыном, то есть, даже несмотря на то, что Ишмаэлем ему делал зло, он говорит, верну Агарь обратно в дом. Я этого не знал, что это была именно инициатива Ицхака, и он занимался тем же, чем занимался его папа. Он хотел устроить его семейную жизнь, это очень важно, видите, интересно. Значит, и обитал он в земле южной, то есть, он там как раз находился, где в районе Негова, в районе Бершема. Дальше, очень сейчас такая начинается история романтическая. Значит, есть такое предание, что есть три молитвы в день. Утренняя молитва, дневная молитва и вечерняя молитва. Утренняя молитва молится от восхода солнца первые три часа дня. И, значит, дневная молитва молится, ну, самое лучшее время это перед заходом солнца, от полудня до захода солнца. И вечерняя молитва молится от выхода звезд до полуночи. И есть предание, что утреннюю молитву установил Авраам. Несколько раз написано в Торе, Ваишкам Авраам Баботер, что он вставал утром на то место, где он разговаривал с Богом. И утренняя молитва, это как раз ее как бы установил Авраам, что когда ты просыпаешься, первое, что ты должен сделать, это установить свой контакт со Всевышним, вспомнить, что ты должен, вспомнить, что ты хочешь, вспомнить, за что ты благодарен Всевышнему, попросить у Всевышнего молитвы, что тебе нужно в этот день и в жизни вообще. То есть это такая фундаментальная молитва утренняя, которая выстраивает весь фундамент дня. И в принципе она должна выстраивать фундамент жизни, потому что когда ты утром молишься Всевышнему, ты вспоминаешь полностью в таком очень высоком своем состоянии, можно сказать, в самом высоком состоянии. Потому что во время молитвы ты поднимаешься, как бы вырываешься из бытовухи и суеты, ты вырываешься на самый свой высокий уровень, как бы поднимаешься на самую свою высшую точку, и ты разговариваешь со Всевышним. И это установил Авраам. С этой точки говорят, что во время молитвы, когда ты молишься Шмонайстре, это Равшлома Вольба сказал, что разум становится таор в яшар, разум становится чистый и прямой. И ты вырываешься из этой бытовухи, настраиваешься, прославляешь Всевышнего, благодаришь Всевышнего, молишься, просишь то, что тебе нужно сегодня и в жизни в целом. И это установил Авраам. Дневную молитву Минху установил Ицхак. И вот тут мы видим, что он из этого места, мы видим, что как раз перед заходом солнца, и он вышел помолиться в поле. И поднял он глаза свои, он тоже вошел в это состояние. В Талмуде написано, что Илияу Анови, пророк Илияу, он молился как раз вот эту вот дневную молитву, и в это время ему Всевышний ответил, что в это время, это очень перед заходом солнца, когда меняется день и ночь, это очень хорошее время для молитвы. И вот он поднял глаза, написано, и Вэре, Вэины, Гмалим, Баим. И он видит, что идет караван верблюдов, это как раз возвращался Илезер с его женой. Значит, Ватиса Ривка, это Инея, и написано, и подняла Ривка глаза свои, то есть она тоже в этот момент поднялась в какое-то высокое состояние, Ватере, это Ицхак, и она увидела Ицхака. И что Ватипольма, аля Гамаль? И она упала с верблюда, написано. Но это не надо понимать прямо, что она упала с верблюда, она, ее настолько восхитило вот это зрелище, заход солнца, поле, и стоит такая, как ангел, стоит какой-то человек, который молится Всевышнему, и она вот на лучи заходящего солнца, сияние такое, она увидела это сияние, прям Раша объясняет в комментарии, да, увидела его во всем великолепии. Она увидела вот это сияние и упала, то есть она слезла с верблюда, не то, что она прям упала, она слезла, склонилась к земле и сказала на рабу, Ватомар Эль Аэвет, сказала она рабу, Мияиш Алязе, Аулех Бесаде Лекратейну, она говорит, кто это человек в поле, который идет к нам на встречу? Вайомар, он ей ответил. А Эвет Ава, и сказал раб вот это, да, У Адуни, это господин мой, и она взяла такой платок и скрыла себя, покрыла себя таким шалью, такой платком она покрыла себя, представляете, вообще, такая, вообще, можно об этом фильм снять целый. Вайсапэ Рэйвэтли Ицхак, Этколя Дворима Шераса, и раб рассказал Ицхаку все вещи, которые сделал, все чудеса, которые с ними происходили, рассказал именно о чудесах, и это очень важно, Всевышний, когда делает чудо, то об этом чуде надо рассказывать, и нужно понимать и признавать, что чудо, слово НЭС, это еще есть один перевод, как флаг, да, то есть это то, что Всевышний делает, и нужно увидеть в этом Всевышнего. А после войны, шестидневной войны, выступил Ицхак Рабин, и говорит, это не было чудо, то, что мы за два часа разбомбили 19 аэропортов, и победили в этой войне, когда до этого он лег в больницу, до этого он вообще не управлял армией, а он вышел потом и говорит, это все было нами подготовлено, никаких чудес здесь не было, победа, это, Кухива, это самое, сила наша сделала это, и что, и все, и потом Ицхак Рабина убили через несколько десятков лет, а война 1973 года чуть не уничтожила Израиль, потому что когда начинает человек думать, что это все он сам сделал своими руками, Всевышний ему сразу показывает, что это не он. И Элиэзер, вот тут мы видим, да, он был праведник, и он рассказал Ицхаку все чудеса, которые Бог сделал для него, и написано, и привел Ицхак в шатер Сары, мамы своей, привел он, значит, свою жену, и взяла Ривка, и она стала ему женой, и он ее любил, и успокоился, утешился Ицхак после своей матери, после смерти своей матери, и, значит, начались опять все те чудеса в шатре, которые были во время, когда была Сара, когда свечи горели целую неделю, когда хлеб не черствел, то есть там было такое божественное присутствие, которое потом было только в храме, то есть именно про отцы, Авраам Ицхак и Яков, и про матери Сара, Ривка, Рахель и Лея, они были то, что называется колесницей, в то время называли это колесницей для Всевышнего, то есть они в этом мире стали местом, сквозь которое, да, как проектор такой, сквозь которое Всевышний смотрел на тот мир, который он создал, и влиял на тот мир, который он создал, вот, хорошо, дорогие друзья, всем удачи, успехов, всем прекрасного, хорошего дня, наполненного духовностью, вернемся к тому, что сказал Любович Стирабы в начале, выберите ту идею, которая вас зацепила, которая вас зажгла, какой-то вот этот вот, божественный свет, дальше вы эту идею, по его совету, поразмышляйте над ней, то есть подержите ее внутри себя, дальше распространите этот свет на свое будущее, в перспективу, подумайте, как эта идея может повлиять на разные аспекты вашей дальнейшей жизни, что вы можете сделать, где вы можете ее применить, и эта идея изменит ваш внутренний мир, и как следствие изменит внешний мир, это следствие внутреннего, то, что человек получает в своей жизни, это следствие его мышления, которое у него в голове впускает все исходные данные, и потом человек принимает решение, так вот, если впустить в себя много торы, если эту тору, именно правильно ее закрепить в себе, то, что сегодня мы узнали, подумал, поразмыслил, направил на будущее, и принял какие-то решения, как я буду действовать в будущем, исходя из этой идеи, тогда и будущее становится в другим, становится освещенным божественным светом, соединяется в Всевышнем, всем хорошего, прекрасного дня, и до завтра, с Божьей помощью, завтра продолжим, счастливо.